В Усть-Каменогорске обрушилась стена в девятиэтажном доме. Обошлось без пострадавших. Поврежденным оказался лишь один автомобиль, который был припаркован у подъезда. Теперь люди боятся, что такое может повториться. Стоит ли переживать и что могло спровоцировать обрушение, узнавала Жанар Салфанова. Грубка и потом изложенный детский грипп, это было вообще ужасно. Накануне в одной из девятиэтажек Усть-Каменогорска обрушилась кирпичная перегородка входной группы вместе с металлической дверью. По словам жильцов дома, это произошло вмиг. К счастью, рядом никого не было. Мужчина с маленьким ребенком успел зайти в дом, но пострадал рядом припаркованный автомобиль. Теперь люди гадают, что могло спровоцировать обрушение. 40 лет дом стоит, никто ничего не делал. Наверное, асфальт осел. Я выглянул после обеда, смотрю, уже там лежит кирпич, все. А там вот эту домофонную дверь взяли, туда прилепили, а укрепить ее не укрепили. А она вообще уже массивная. По словам жильцов, домофонная дверь изначально не была предусмотрена. В местном КСК же отмечают, что причина в другом. Входные группы за все это время подвергались только косметическому ремонту. К тому же, как выяснилось после происшествия, что облицовочная стена еще при строительстве была недостаточно надежно закреплена. Там незначительные крепежи в виде костыликов, которые использовать вот именно в таких строениях, ну просто это смешно. Нельзя такого было допускать. Деревянные конструкции, которые в бетоне, они немножко подгнили, ослабли. И под весом вот этой домофонной двери, она очень большого размера, значит, получилось, ну, натянула она ее и самопроизвольно произошло падение этой стены. По словам управляющего КСК, угрозы дальнейшего обрушения нет. Для того, чтобы восстановить стену и сделать этот процесс менее затратным, компания по установке домофонных дверей возведет металлические столбы, проармируют, чтобы была связка. Затем будут выстроены колонны из тех же выпавших кирпичей. Но жителям это обойдется почти в 500 тысяч тенге. Жанна Раслуханова, Руслан Акматалиев, Информбюро. Смотрите Информбюро на YouTube. Прямые эфиры, репортажи с места событий, аналитика, журналистские расследования. Все то, что важно и нужно знать. Подписывайтесь, ставьте лайки, оставляйте комментарии и непременно жмите на колокольчик. Информбюро. Когда нужна честная информация.